По поводу девицы, чтобы девицы отрастили косу, хотя бы до копчика. Но волосы, короче, короткая стрижка у девицы, это только на медные отношения. Другим такая девица не способна, если короткие волосы у девицы. Если у девицы волосы до сердечной чакры, хотя бы, такая девица способна к серебряным отношениям. И только если у девицы коса до копчика, как позвоночник, такая девица способна к золотым отношениям, и она способна рожать детей, которые растут не по дням, а по часам. Поэтому всегда и до сих пор это осталось, мальчики в школе девочек за косу дергают. Правильно? Проверяем. То есть должна быть коса, чтобы не выпадала. Уже вот эта родовая память, что уже надо себе подбирать девицу, для этого, чтобы подобрать девицу, молодцы, в родовой памяти, у них вылазят три штуки, которые я вам сейчас покажу. И они подбирают себе так девять. И так было всегда, просто сейчас это неосознанно, а раньше так специально. То есть первая тема это подойти и дернуть за косу со всей силы. Если коса не отваливается, если она улыбается, ну, конечно, она может там шлепнуть, но в целом она как бы эмоционально устойчивая. То есть у нее в порядке чувства. То есть, о, подходит. А если ты ее за косу дернул, она такая, как змеюка подколотная, такая. ВААА! Он уже пошел, он свое открыл и такой, что надо. То есть ты дернул за косу и ты уже знаешь, какая она будет в семейной жизни. Ну, всякая в семейной жизни же бывает, правильно? Разная. И ты ее раз проверь. Второе, ты проверяешь, какой у нее живот. Насколько она способна где-то рождению и рождению здоровых детей. Для этого подходили и брали за щечку, вот так. Вот так, берут за щечку. Причем вот так со всей силы. И если она улыбается, значит живот здоровый, значит пойдет. А если она кривится от боли, то извините, надо работать. То есть щеки – это образ живота. Серебряное царство, медное царство, серебряное царство, золотое царство. На голове, так? И вот золотому царству крепятся волосы, видите? Серебряное царство – органы чувств. Медное царство – это рот и щеки. Поэтому берем за щеку со всей силы. Если она улыбается, значит здоровый живот, здоровые все женские органы, родит здорового ребенка в радости. Если я ее за щеку беру, она такая, ааа, у нее роды будут болезненные. Я буду трястись, ааа, как бы она сама там не умерла, как бы там ребенок не умер. Нафиг мне такие приключения. Свобода, надо работать. Поэтому сами себя берем, щеки проминаем, пока они не станут готовыми к проверке. Чтобы молодец подошел, он же Ивана Царевича тоже послушает. Мы сейчас выходим на уровень большой рекламы, там, интернету до миллион человек. И все будут эту тему знать. И нравится, например, ты молодцу нравишься, он такой подошел, и такой за щеку – раз! Ты такая – ха, он так классно, он детей может родить. Потом заказу – раз, а ты такая – раз! Он такой – раз, эмоционально устойчиво, чувства в порядке, берем. А, ну и третья проверка. Так же третья проверка. Соображать же надо на троих. Что еще надо? А мужчину-то за что надо щипать? Логично. Сожди, мы кого убираем. Что? Задача женщины, она… Ширять глазками. Она его притягивает. Он подходит и щипает. Понимаешь? То есть ее задача, она невидимая такая, по привлечению. Не может быть. А его задача видимая. Мужик здоровее, то есть явная тема. А женская – неявная такая, волшебная. То есть она прекрасно, ну, глядут. У него уже троих. Ширики. То есть… Ну, молодца тоже надо проверять. Я сейчас скажу, как. Я сейчас скажу. Третья проверка – девицы. Какая у нас? Что еще надо хорошего девицы? Длинная коса. Это здоровые, все эти дородные органы. Ну, чтобы брожало богатырей, чтобы рот шел по нарастающим. Что еще надо? У нас еще подсказка. Мастерица, да. Нужно быть все. Хозяйство не сделано. Мастерица, да. Я сейчас вам показываю, как мы проверяем это. Золотое царство. Мастерица – это серебряное царство. Это тоже на заправлении. Золотое не было, серое, но у чечка. Не, ну, щечка тоже золотое. То есть божественное творение, природное – это все золотое. Искусственное, то есть мастерить, шить, вязать. Это все искусство – это серебряное. А технократия – это медные. То есть вот камеры снимают, это медные. То есть проверяем, как вы понимаете, встать. Ну, песня. Вокал, пляски, плясать. Все правильно. То есть проверяем ее по голосу. По голосу проверяем. Если речь такая, которая тешит. Голос – это отражение того, что творится на душе. Вот он рождается в легке, в телевоменции, не издевается. И поэтому приятный голос, ты же будешь слышать его каждый день. Это очень важно, да? Поэтому для того, чтобы состоялась эта встреча, к ней очень усиленно готовились. Сейчас люди как готовятся к эпоху Медного Царства? То есть люди ходят в детский сад, потом ходят в школу, правильно? Потом ходят в институт. И типа они готовы к семейной жизни. А раньше, если мы копнем, был домострой, помните? И в домострое надо было уметь вести хозяйство. В школе этому не учат, в институте не учат. И надо было еще уметь танцевать и петь. Поэтому древняя русская мудрость говорит – станцевались и спелись. Правильно? С этого начинается создание пары, создание семьи. С этого начинается создание любого дружного коллектива и всего. А у нас так привыкли. Каждый пришел со своей колокольни, собрались и вот что-то решали. И сейчас очень много таких продвинутых людей, начитанных по психологии, мужиков, которые могут запарить в Москве, в принципе, любой девица. Как мужика проверить в день? То есть мы устраиваем народный праздник, и там молодецкие забавы. И вот такие девицы стоят, а молодцы рубят. Иван Царевич регулярно устраивает молодецкие забавы. И там и коняшки, и петушки, и болены, и молодцы там друг друга мочат. И сразу видно, чего твой молодец способен. Молодец готов для создания семьи, если он себя хорошо показывает забаву. Правильно? Креодически выигрывает, проигрывает, но в целом держится молодцом. А если его постоянно щемят, нафиг тебе такое. Понимаешь, он может ходить, понты бросаешь, он супер боксер. Ты говоришь, хорошо. И как бы на забаву, и вот, конечно, смотришь со стороны, что происходит. Потому что сейчас это время понтов, согласитесь. Чтобы понтоваться могут ноги. Как бы пыль глаза пускать. А это реально, конкретно, вот молодецкие забавы, и ты смотришь, какой он в деле. То есть от молодца самое главное, чтобы он держал оборону. Правильное отношение нам показывает колокольчик. Кола – это женское начало. И кол – мужское. То есть задача мужчины, во-первых, держать духовно-нравственные ценности в семье. Воспитывать жену, воспитывать детей. Воспитание – это ось питания. Беским отеческим словом – питание. Вот, стержень держать. И всегда этот духовно-нравственный стержень наражается в том, что мужчина – сильный стержень. Физический. То есть он в молодецких забавах показывает себя молодцом, крепышом, крепким орешком. Только такой мужчина способен семью держать вот так. Держать крепко, да? Чтобы семья держалась. Потому что представьте, если вот этот внутренний кол будет гнуться, мнутся, звона не получится. Правильно? Поэтому кол должен быть вот такой, стоять хорошо-то, все должно стоять. И не гнуться, и не мнуться. Ну, так дело в том, что если молодец в забавах, не гнется, и не гнется, то он и во всех делах будет крепкий. Понимаешь? А если у него там гнут и гнут и забава, не готов. На доработку. Ну, вот мы пришли к колокольчику, и возвращаемся к одежде. Вот это рептилоидная одежда. И заметьте, тема такая вот, чтобы была видна, жопка, медное царство. Вот эти джинтики сейчас выходят, и так, и ты как бы медным царством раз-раз замариваешь его. Раз-раз, а у меня такое медное царство. А заметьте, когда удлиненная одежда, то уже смотришь не на медное царство, а уже дальше смотришь. Или в серебряное, или в золотое. Правильно? Потому что даже самый просветленный мужчина, если выходит женщина в джинсах, и такой красивый медным царством, он такой раз. И первым делом туда смотрит 100%. Ну, потому что это самое привлекательное место. Мужчина всегда стремится туда, откуда он появился. И пойми, это же закон природы. А если как удлиненная одежда, юбки длинные, то он смотрит туда целостно, воспринимает уже женщину как личность, а не как сам. Понимаете? И что получается? Вот смотри, ты когда носишь джинсы, или носишь мини-юбки, это одно и то же по воздействию на мужское сознание, то получается колокол обрезанный. И вот этот кол, он будет на лево пошел, на право пошел. И в семейной жизни это будет гулящий мужик. Сто процентов. Большинство семей, это в порядке вещей, если вы подноводную коснетесь, ну, обычных семей, которые пьют по праздникам, мясо едят, ну, там куда-нибудь, вот общаясь с обычными своими родственниками, это же в порядке вещей. Потому что женщина, она сама создает, она создает оберег вот на этом уровне. Вот этого всего нету, она длинные юбки не носит, и вот у нее вот эти джинсики, мини-юбка, и периодически муж ее по-любому будет куда-то ходить. Ну, кол может вылететь. Когда юбка длинная, когда женщина, она может быть берегиней, и отношений, пары, и семьи потом, тогда мужик никуда не убежит. Вот он внутри будет там звенеть, будет звенящая пара. Понимаешь? То есть, если мужик ходит налево, это всегда вина женщины, она не создала обережный круг. Поэтому говорили, женщина берегиня. Вот реально, вот если она берегиня, то он всегда будет рядом. Если она не может быть берегиней. Сейчас пошла такая тема, юбки с разрезом, да? То есть, он как бы почти всегда рядом, но иногда раз, и смелся. Потом раз, вернулся, и опять внутри там колыхали. Ля-ля-ля, как ни в чем не бывало. Поэтому, видите, влияние одежды огромное. Тот, кто влияет на моду, тот влияет на семейные ценности вообще. На качество семьи и народа. Представляете, как это грандиозно? То есть, от одежды очень многое зависит. Мужчине, если он хочет золотых отношений, надо носить штаны, чтобы все болталось. Чтобы шары катались. Шаровары. Самые мужественные мужчины казаки в шароварах ходили. Все бойцы восточные, они уходят в свободных штанах. И в армии даже дают свободные штаны мужчинам. Там, где нужна энергия мужественности. Там, где энергия мужественности не нужна, Петр Первый нам завез таких гомиков, лысых, парики из женских волос, вот эти кучеряшки. И вот эти штанишки. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. И ты до сих пор тебя, как Петр Первый, одел, как будто... И ты не снимал еще свои эти штаники голубые, блин. Бороду побрил, штаники одел и кранты. И поэтому мужик измельчал. Потому что все, яичница зажарилась. Пониженное содержание мужских половых гормонов, когда трусы вот эти тесные, когда вот эти штаны, джинсики, все пережато. Мужики такие рафинированные, меловатые. Он вроде увидел свою суженую, но он как-то стесняется подойти. Не хватает у него вот этой воли-вольны. Потому что у него там все, яичница зажарилась, это не мужик, уже просто вжик. Она все болтается, шары катаются, вот такой раз, она. И на нее поперут. Здравствуйте. Знакомиться и начинает все там в порядке.